Добрый день, поступил вопрос. Мужчина 34 года, с 2009 года наблюдается у психотерапевта. Диагнозы были выставлены в разное время. Видит сосудистая дистония, генерализованное тревожное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство с пахондрической фиксацией. С детства был тревожно-мнительным, боялся врачей больниц. Проблемы начались в 17 лет, когда произошла первая паническая атака с давлением 140 на 90. С тех пор боязнь тонометра. 23 года лежал в клинике неврозов. Диагноз тревожно-фобическое расстройство. Были повышения давления до 160 на 100. Гипертоническую болезнь не подтвердили, но сомнения по поводу эссенциальной гипертензии остались. Лечение амитриптилин, феназопам, гелок. Полностью обследовался. Перечисляется достаточно большое количество обследований. Некоторые отклонения от нормы, но не столь значительные, чтобы можно было бы на них списать данную клинику. После клиники неврозов наблюдался у психотерапевта. Отменил амитриптилин из-за побочек. Феназопам принимал в течение года. Закончил университет. Пытался принимать антидепрессанты Прозак, фенлофоксин, феварин в больших достаточно дозировках. Принимал препараты не менее чем по полгода. Плюс работа с психологом когнитиноповеденческой терапии. Феназопам отменил полностью. Не принимал его полтора года. Но потом из-за того, что лечение не давало результатов, пришлось возобновить прием 1 мг в день. В 2012 году пошел работать экономистом. В целом все было хорошо. На тревогу и депрессию не жаловался. Но феназопам перестал работать в 2018 году. Обратился к частному психиатру. Назначили ПАКСИЛ. Постепенный заход на 40 мг. Сироквиль 100 мг. Феназопам отменял постепенно 2 месяца. На этой схеме улучшение было 50-70%. Но почему-то эффект закончился через полтора года. Пошел к другому психотерапевту. Занимался плотно конкретно-поведенческой терапией и гипнозом в течение полгода. ПАКСИЛ снизили до 20. Сироквиль отменили. Психотерапия в целом не давала результата. Только... Ну да, не давала результата. В начале 2020 года уже не работала за все эти мучительные симптоматики. Но я так понимаю, что... Да, это дурнота дореализация, головокружение, пошатывание при ходьбе. В начале 2020 года, соответственно, не работал. ПАКСИЛ продолжал пить 20 мг, а Таракс 25 мг на ночь. Состояние тревоги и депрессии было процентов на 30-40 лучше. Но вот тут мне очень понятно, эти проценты от чего считаются. От самого плохого, от изначального состояния, от текущего. Обратился к доктору на форум, обращался, общался по скайпу. Он поставил атипичную форуму бар, как и один профессор. Канал в ютубе называть было бы неэтично. Но мы можем догадаться, про кого идет речь. В общем, доктор с форума назначил цепролекс с постепенным заходом до 20 мг, ламатриджин 200, потом увеличение до 300. Фенибут 253 раза в день. Год был на этой схеме без улучшения. Вызвал психиатра на дом по знакомству, потому что на тот момент депрессия была средней тяжести и развелась агрофобия. Назначил глонил 100, монотерапия на полгода. Добавил залов 50 мг. И глонил через полгода пришлось изотменить из-за набора веса и повышения пролактина. Но и глонил реально помогал. Улучшение было процентов на 60. Потом залов подняли до 100 мг, дальше до 150. На 150 была сильная сонливость. В целом залов 100 мг улучшил состояние на 50%. Врач добавил габапентин 900-1200 мг. Улучшение 60% параллельно с работой с психологом. Проценты, которые вы указываете, сильно путают. Потому что если сложить все улучшения в процентах, которые вы перечислили, то вы должны уже были бы жить в абсолютном счастье. Непонятно от чего считаются проценты. Тем не менее, я так могу предположить, что значительная часть препаратов, которые вам назначали, эффект давали. Но не полный. На текущий момент схема залов 100 габапентин 1200. Жить можно, но для полноценной жизни и работы с отдыхом эффект недостаточный. Жалобы на данный момент. Головокружение, шатание при ходьбе, дурнота до реализации, но легкая. То средней интенсивности. Бывает помутнение зрения, потемнение, мушки перед глазами, навязчивость по поводу психического здоровья, несосредоточенность на работе, ну то есть снижение концентрации внимания. Депрессия легкая, то средняя. Не приносит удовольствия разные виды деятельности и так далее. Олиопатия, остыния. Можно ли это назвать эмоциональной лоббильностью? Так как неспроста же доктор выставил атипичную форму БАР. Основной вопрос, конечно же, что делать дальше. Так как перепробовал все, что можно. Из противотревожных препаратов не принимал только спетамин и пригабалин. Но второй, боюсь из-за зависимости. Назначали еще грандоксин. Были побочки. Альпразолан в течение месяца улучшение 70-80%. Но на феназепаме были улучшения 80-90%. Ну и соответственно уменьшалось. Вывод. Мне помогают только бензодиазепины или какие-то еще антидепрессанты. Имеет смысл потребовать, попробовать. Может быть нейролептик какой-нибудь или нормативник. Но нейролептике не хотелось бы из-за побочек в виде набора веса. Ну и других побочных эффектов. Психотерапию тоже всю перепробовал. Может еще какие-то методики на преодоление навязчивых, пандерических мыслей, тревожности, вегетативных проявлений есть. Ну смотрите. Ответить на вопрос, что конкретно надо делать в данной ситуации, достаточно сложно. Потому что, как вы сами пишете, в общем-то действительно вы попробовали достаточно значительное количество медикаментов. И хотя вы пишете, что вот улучшение у вас только от бензодиазепинов, да, но в то же самое время в вашем описании положительный эффект отмечается, ну, от большинства препаратов, которые вам назначали. Возможно, не в той мере, которой бы хотелось бы. Но если мы берем формально, да, уж коли мы говорим о процентах, то формальное уменьшение симптоматики на 50% считается положительным результатом терапии. У вас в большинстве случаев, значительной, по крайней мере, части случаев применения психотропных препаратов, улучшение было более 50%. Судя по тому, что работают бензодиазепины, судя по тому, что работают препараты, которые действуют на гамм, то да, действительно, по всей вероятности, таким сквозным проходным синдромом является именно тревожный синдром. И остальное уже лепится к нему. Возможно, и обсессии носят вторичный характер по отношению к тревоге. По тревоге лучше всего работают бензодиазепины, габапентеноиды, ну, весьма условный, не имеющий доказательной эффективности, фенибут. В отношении атипичных транквилизаторов, вот с витамин, который вы не пробовали, ну, попробовать, конечно, можно, но он вряд ли окажет достаточный эффект. Хотя, поскольку уж речь идет о том, что нужна длительная терапия, я бы все-таки его рассмотрел. В плане антидепрессантов, ну, опять-таки, основное то, что вот вы использовали, оно приблизительно плюс-минус, и другие средства будут давать приблизительно то же самое. Я не вижу прямо острой необходимости обязательно менять антидепрессант в данной схеме. Скорее надо сосредоточиться над тем, чтобы попытаться найти, либо подобрать какой-то из препаратов, воздействующих на систему ГАМК, я их перечислил ранее, и менять их эпизодически. То есть не допускать развития привыканий, зависимости, как от фениозепама, который вы принимали там больше года, да, а менять их короткими курсами. То есть, ну, условно говоря, да, две недели вы принимаете бензодиазепины, месяц габапентеноиды, потом там три недели фенибут, потом опять бензодиазепины. Ну, так, чисто условно. Это не конкретная рекомендация, но как вариант. И как основная базовая поддержка идет антидепрессант. Относительно биполярного аффективного расстройства, ну, по вашему письму, я такое заключение сделать не могу. Может быть, конечно, при беседе вот с психиатром, профессором, который вам назначил фенибут, в том числе, я так понял, возможно, были какие-то признаки, либо была какая-то информация, которая говорила о биполярном расстройстве, но вот то, что вы описываете на биполярное расстройство, ни на какое атипичное течение даже, ну, совершенно не похоже. Многократно повторял, и еще раз повторю, все-таки для биполярного расстройства нужен хотя бы один, ну, плюс-минус, внятный, понятный маниакальный эпизод, да, или что-то похожее на маниакальный эпизод. То есть повышенное настроение, повышенная активность, как физическое, так и психическое снижение потребностей в сне, возможно, раздражительность, агрессивность, пыльчивость и быстрая отходчивость, возможно, просто эйфория, да, но, тем не менее, это вот выходит за рамки обычного среднестатистического поведения данного конкретного человека. Поэтому вы такого не описываете. Я не вижу здесь, так скажем, точки приложения для норматимической терапии. Хотя, хотя, допустим, окскорбозепин трилептал, он обладает некоторым противотревожным эффектом, и в то же время некоторым норматимическим действием. Я бы ни в коей мере не стал бы рекомендовать его на основании прочтения письма. Но это уж если мы теоретически рассуждаем о том, какие, в принципе, препараты можно было бы рассматривать. По поводу психотерапии. Судя по тому, что у вас присутствует тревога, и КПТ с ней не работает, я бы рекомендовал посмотреть в сторону самотоориентированной психотерапии. По крайней мере, это то, чем вы можете заниматься достаточно самостоятельно, без участия даже специалистов, ну, с минимальным участием специалистов. И это однозначно достаточно. В большинстве случаев это работает. Ну, вот, собственно, что могу сказать по вашему случаю. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok